Вот лебеди-шипуны, послушайте, слышите, как они разговаривают, ну-ка еще поговорите, поговорите мне еще, пожалуйста, пока камеру включила, они так тут шипели, ну вот, это пара. Слушайте, чайки мне закрыли белое небо, а посмотрите, какие огромные гуси, боже, лебеди, посмотрите, какие они огромные, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, посмотрите, чайки, они же просто мне, ай-яй, я их боюсь, а они мне небо все закрыли. Вы посмотрите, что творится, эти чайки, вы посмотрите, а здесь же еще лебеди у меня, чайки мне бьют крыльями по лицу, это ужас, ой боже, мне не дадут, наверное, все-таки поговорить с вами, хотела, но нет, ой, не получится, сейчас покормлю и вернусь к вам опять, друзья, да, вот, друзья, вот ушла, представляете, хотела же кормить своих птиц и с вами беседу вести, интересный сюжет, но ничего не смогла, там же невозможно, просто шум, гам, ветер, поговорить нам не удается, вот, смотрите, какие интересные собаки и зачем это им такие навесили, ошейники из камней, топить, наверное, хотят собак, что это так, первый раз вижу такую ерунду, навесить ошейник из камней, выдумщики-англичане, кто во что гораст, и внизу опять, посмотрите, полуподвальный цокольный этаж, кто-то красиво живет, вот так вот, с таким парадным, а кто-то вот, с такой дверью, видите, корячится там внизу, боже мой, Англия, страна контрастов, вот так, друзья, опять цокольный этаж, показываю вам, я же вот сейчас, что, иду, показываю вам цокольные этажи и сама удивляюсь, представляете, как у них там холодно, внизу в этом подвале, если у меня квартира на втором этаже и солнечная, и тихий ужас, то что бедные вот эти вот люди, у них там сырость, наверное, но вот живут вот так, сегодня у нас суббота, 23 ноября 2019 года, а температура в Англии плюс 13 градусов, это тепло, но очень сыро, вы можете видеть, что вот сыро везде кругом, лужи даже еще остались, потому что сегодня всю ночь шел дождь, и вчера целый день шел дождь, хотя, вы знаете, ведь здесь дождем и сыростью Англию не удивишь, и вот то, что я вам показывала, такие полуподвальные квартиры, которые здесь распространены, их очень много, и я всегда, когда гуляю мимо, то всегда удивляюсь, как можно жить вот в такой вот сырости, да еще и в цокольном этаже, когда там стены покрываются черной плесенью, и просто иной раз, да вы знаете, мне кажется, там выживать даже сложно, там не натопишься, вот, но вот так вот люди везде привыкли жить, не все имеют огромные деньги, чтобы покупать какие-то большие, хорошие дома, вот такие, например, в частности, как этот дом, но чаще всего люди живут очень скромно, и дома себе купить не имеют возможности, я смотрю, вот такие вот проходы очень часто к морю, видите, какие интересные, когда я показываю вот такие вещи, чисто английские, как, например, два крана в ванной, или вот эти вот цокольные этажи, которые здесь используют, и которые уже давным-давно, по-моему, у нас в России никто не использует, не живет в таких, это называется ground level здесь, земляной этаж, да, ну вот цокольный, не цокольный, не знаю, но он ниже уровня земли, вот здесь вот это все используется, и спрашивают у меня, а вот почему не могут поменять, вот англичане пользуются вот такими вот кранами двойными, с холодной, и с горячей водой, что у них денег нет, или им лень вот поменять, почему так происходит, а я здесь это вам могу объяснить очень легко, опять же, вот то, что я заметила, англичане очень консервативны, друзья, это просто нация очень консервативная, и если у них какие-то привычки, вот они уже так родились, они выросли с такими кранами, они менять этого не будут, и даже они как-то, знаете, предпочитают, как меня удивило, однажды купила женщина, богатая англичанка, она купила огромный красивый дом, и там оказалось, что ванная у нее сделана вот такая модерновая, со смесителями, никаких двойных там кранов нет, и что вы думаете, она ездила, объездила все магазины, какие-то даже секонд-фенды магазины специальные, в которых она искала вот такое вот викторианские краны, отдельно горячая и холодная вода, и не только в раковину, но даже она их установила и в ванную, вот понимаете, какая история, англичане очень консервативны, еще раз это подчеркиваю, если вы спрашиваете о каких-то привычках и нравах англичан, то это, пожалуй, первое, что вот хотелось бы отметить, а потом еще англичане, они любят свой покой, они любят свое пространство, они любят свою страну, они любят королеву, королевскую семью, несмотря ни на что, особенно вот англичане такого зрелого возраста, и можно сказать, даже пожилые англичане, вот они как раз такие, как я рассказываю, хотя все меняется, и сейчас, конечно, здесь молодежь английская, она уже, наверное, уже какие-то другие новые привычки имеет, а вот коренные англичане, которых здесь большинство, я имею в виду пожилые англичане, среднего достатка, вот они такие, смотрите, какую я увидела здесь, красивый гребешок, вот такая раковина, она очень большая, это я иногда, когда настроение есть у меня погулять долго по берегу, я собираю вот такие раковины, такие, всякие, всякие красивые, и потом из них делаю свои поделки. Англичане, кстати, тоже любят украшать свои дома, вот такими вот, они их вделывают в стену, вот эти гребешки, частенько можно увидеть в пабе такие украшения, или даже дорожки выкладывают, их в цемент погружают, и они вот так вот навеки остаются, такая красота. Что еще про привычки англичан могу сказать? Англичане не любят незнакомую еду, вот они предпочитают свои хишин-чипс, то, что они готовят, какие-то пудинги, вот эти вот их пироги с рыбой или с мясом, вот они такие вот вещи кушают, и никогда, если приезжают в другую страну, не любят менять свои даже вкусовые привычки, в отличие, конечно, от нас. Вот я знаю, что у нас очень любит молодежь суши, и просто некоторые с ума сходят. Открылось очень много суши-баров, в частности, вот в городе Новочеркасский, в Ростове, там где я была, а здесь нет, здесь вот один был единственный такой японский ресторан, и он закрылся. Я говорю о нашем острове, может быть, в Лондоне и в больших городах там по-другому, может быть, там все-таки более как-то молодые живут люди, и приезжих много, больше 50% иммигрантов, поэтому там по-другому. Там и индийская кухня приветствуется, китайская кухня, которая дешевая, а вот именно здесь у нас на острове, почему так происходит? Потому что здесь живут коренные англичане, здесь у нас приезжих нет. И вот это именно как раз вот такие вот английские привычки и нравы, то, что я вам говорю. То, что еще меня удивило, то, что англичане никогда не собирают ни грибы, ни ягоды. Здесь мы с вами гуляли по лесу, я показывала вам, как много здесь грибов. Ну, не так, чтобы уж очень много, как у нас, допустим, там где-то на севере или в Сибири. Ну, много грибов. Они их не собирают. Ни белые, ни лисички, ни грузди, никакие они не собирают. Они покупают только шампиньоны в супермаркетах. Да, они, по-моему, даже и грибов-то не знают. Ну, и ягоды точно так же. Здесь растет боярышник больших количеств, шиповник. Здесь очень много черники. Здесь, как и еще ягоды, ну, вот это вот ежевика. Очень ее много лесной. По всем тропинкам, куда не пойдешь. Но они ее не собирают. И даже когда я со своими друзьями русскими или польскими иду и собирать вот эти вот ягоды, то англичане, которые проходят мимо, гуляют с собачками, они подходят и спрашивают, а что это и для чего это вы собираете? Они абсолютно не в курсе. Вот такие вот, наверное, интересные вещи. Некоторые, которые я вспомнила, я вам сегодня рассказала. Да, вот, кстати, вспомнила. Хочу вам загадку заказать. Один из моих подписчиков, он у меня спросил, а почему иногда, вот вы показываете ваше видео, иногда на автомобилях белые номера. Я имею в виду, почему, вот видите, на белом фоне номера на автомобилях иногда, а иногда на автомобилях номера на желтом фоне. Вот у меня спросили, почему это так? Интересный вопрос. Я никогда бы сама, как говорится, не обратила бы внимания, ну, потому что я знаю, в чем тут вопрос, в чем тут причина. И вы знаете, когда я приехала домой, и я вот задала этот вопрос про английские номера на автомобилях, на белом и на желтом фоне, то вот мне мои друзья российские ответить не смогли. Знаете, сейчас вам расскажу. Кто не знает, расскажу, друзья, почему. Потому что сзади вот на желтом фоне, а впереди белые номера на белом фоне. И вот, вот видите, вот в желтом, потому что сзади, а вот здесь вот белое, потому что спереди. И вот когда я ответила на этот вопрос, у меня, конечно же, спросили, а почему именно так? Почему же нельзя сделать белые номера и сзади? Вот я знаю, что в России, например, белые номера, по-моему, и сзади тоже, если я не путаю. Вот, а здесь я нашла в гугле ответ. Сама не знала, кстати, почему так. И погуглила, и нашла ответ. Так вот, значит, почему. Потому что сзади считается, не должно быть никаких белых знаков, не должно быть ни белых фонарей, никаких-то огней сигнальных белых, только красные, желтые. Белые впереди, чтобы не путали, допустим, в темное время суток, где зато, где перед машиной. Вот поэтому... Поэтому вот так. И с номерами тоже. А почему именно белые и желтые выбрали цвет? Потому что там они проверяли, много делали экспериментов, и выяснили, что это самый видимый фон для номерных знаков автомобильных. На первом месте белый, а на втором месте идет желтый. Вот их тут здесь, в Англии, и применяют. Но это вот опять о таких вот англичанах специфических, которые вот таким вот мелочам придают большое внимание, придают значение. Ни в одной, по-моему, из стран европейских такого нет. Это только в Англии номера разные, впереди и сзади по цвету. И еще, наверное, в колониях в английских номера разные. Вот. Такие вот, друзья, дела я вам рассказала. Я еду по красивому побережью, по набережной. Сейчас прокачу вас немножко. Да, вот еще что хочу сказать, друзья. Вы знаете, вспомнила. Я вспомнила такую еще историю, которую, возможно, вам не говорила. Те, кто не живут в Англии, тот и не знает. Ну, а те, кто живут, наверное, обратили внимание, что в больших городах, да и в маленьких тем более, вот таких вот елок, как у нас, допустим, стоит в центре, всегда в любом городе выставляют елку городскую, очень высокую, долго ее устанавливают, украшают всякими фонариками. На это тратят, естественно, наши с вами данные налоги, налоги, деньги тратят большие. На всю эту освещенность улиц, все эти фонарики у нас это любят. Не знаю. А вот в Англии, вы знаете, кстати, тоже очень много, покажу вам потом, очень много вот таких вот украшений, дома украшают, фонарики горят, фигуры всякие горящие, олени, в частности, они любят, пингвины всякие. Так вот, да, это есть в Англии, но это делают сами жители. Никогда муниципалитет английский на это деньги не тратит. Деньги своих налогоплательщиков идут совершенно на другое. они идут на улучшение дорог, улиц, а не тратят деньги впустую, как у нас там, на фейерверки, на все остальное прочее. Не знаю, хорошо ли это, или плохо, но вот так. Если елка какая-то большая, если украшение огромное, то это только либо в супермаркет, сам непосредственно тратит на это деньги, либо кто-то местные жители. Здесь очень много любителей таких, которые украшают свои дома. И поэтому никогда не остается неукрашенное на Рождество Англия. Но вот понимаете, как происходит, что это все делается за счет людей, частных, каких-то богатеньких, наверное, ну или просто любителей. Ой, как не хочется холода, друзья, как не хочется этих дождей каждый день. Вот я покажу вам сейчас. Я ехала через Лондон на автобусе National Express, когда ехала в аэропорт. Надо было мне до Батерлова доехать. Я ехала из аэропорта из Дне Хитрого, Лутон. Бог знает где. Четыре часа на автобусе ехала. Так вот, покажу вам тоже, какая была мерзкая погода, просто дождища. Дождь, 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 дождь. Я вот не успела приехать, уже хочу опять уезжать. Куда-то погреться опять. Но, к сожалению, я пропустила в прошлом году, когда я покупала билеты на Таиланд на январь месяц, конец декабря. То я их покупала в начале октября. А тут в связи с тем, что я поехала в Россию, на родину. Я, конечно же, забыла благополучно и о Таиланде, обо всем. То, когда открыла, вот приехала, открыла посмотреть, думаю, надо же мне на Таиланд на январь купить билеты. Что же, я тут буду, что ли, мерзнуть? Я тут не хочу. И когда я открыла сайт, оказалось, что все дешевые билеты уже ушли. Но это все надо заранее покупать, как учил меня мой английский муж. Все надо покупать заранее. А я же еще в Россию-то приехала, у меня уже паспорт заграничный заканчивался. Я ведь еду по российскому загранпаспорту, иначе мне границу не пересечь. По английскому паспорту у меня визу потребуют. Поэтому приехала, ждала целый месяц. Почему так долго и была, что ждала месяц, пока оформят мне паспорт заграничный. И они протянули ровно месяц. Вы знаете, единственное, что, конечно, хочу сказать, то, что сейчас все это делается на сайте госуслуг, и там скидка, вот, если вы приходите просто, то вам будет 5 тысяч заплатить рублей за паспорт загран, а если по сайту госуслуг, то там 3,5 тысячи, а там 17% скидка. Подъезжаем к Лондону. Хочу показать вам здесь немножко, какие здесь дома. И посмотрите, какое черное небо. Боже мой, у нас тучи просто ходят хмуро целую неделю. Вот немножко пробка здесь впереди. Вот такие красивые домики были, но вот сейчас что-то они исчезли. Просто хочу вам показать, вот Лондон Сабаб, по-английски называется Сабаб, это пригород, пригород Лондона, ну вот где люди предпочитают в основном жить. Вот видите, здесь даже уже метро, вывеска была, ну вот то есть мы практически уже к Лондону подъехали. И вот смотрю, школьники идут и сразу для меня так непривычно 50% афроамериканцев. Да. Ну вот я вам показываю, конечно очень близко, жаль, наверное будет мелькать, может быть что-то мы сможем с вами увидеть. и можете сравнить. Хотела на другую сторону показать, но на другую сторону автобус так вообще ничего не видно. И все же, и все же может быть что-нибудь сможем увидеть, представление составить. Ой, вы посмотрите какая чернота за домами, боже мой. Ой, не знаю, а всего лишь навсего 4 часа дня у нас. Да нет, не 4, 5. вот видите красный автобус двухэтажный. Лондон сразу красные автобусы. А у нас на острове, как вы помните, автобусы только зеленые. А здесь только красные. Наверное, много раз видели в Лондоне. А кто был, так тем более знает. все красные автобусы здесь. Проехали только что Макдональдс. А вот он, видите. Ну, вообще-то здесь Макдональдс не любят англичане. Но сейчас, наверное, как я уже сказала, молодежь эти все не соблюдают дела. Поэтому и посещают Макдональдсы. Раньше такого не было. я не сказала вам, что я еду на автобусе. Наш Аналэкспресс называется. Вот такой. Практически полупустой. Ну, вот сейчас доеду Лондон-Ватерлоу. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока.